Люди всегда чего-то хотят, даже если они компьютерные. И на самом деле с компьютерными всё немного попроще, и желания отображаются прямо над головой. Но если ты этого не видишь, переходи в настройки, настройки игры, и игра, показать прихоти. Теперь ты можешь поделать примерно то, что делаю я сегодня. А сегодня я делаю вот что. Этого парня зовут Привет, он садит своё денежное дерево, которое заработал исключительно на прихотях. Видишь, я не выполнял жизненную цель, просто получал балл удовлетворения, выполняя все желания этого смуглого красавчика. Да, осы это тоже его желание, он у нас необычный. И да, с чего захочет этот необычный парень после того, как по сути добился всего? Ведь у нас есть прекрасное тело, невероятный улей, роскошный бассейн и крутой сад. Чего вообще ещё можно хотеть? У нас даже джакузи есть, это тоже его прихоть. Давай, парень, порази меня, чего ты хочешь? Делать подарок? О, больше не хочешь? Фух, я не знал, как делать подарок. Представляете, да, когда можешь всё пожелать, вместо этого у тебя болит шея, и ты обнимаешься с мусором. Собрать мёд, прекрасное желание, парень. Как жаль, что пчёлы могут оказаться против, да? А, и потом с ними подружиться. Слушайте, как-то странно, почему у нас получился пчеловод? Нет, серьёзно, парень, ты можешь стать кем угодно, а не человеком, пчелой. Ладно, когда-нибудь он поймёт, как ему повезло. А пока рыбалочка. Нет, серьёзно, кажется, я играю просто за самого бумерского Сима из всех возможных. Пчёл, рыбалочка, немного джакузи. Всё как нужно, жизнь на природе. О, да. Джонни, на свидание? Окей. Как вы знаете, и рыбку съесть, и... Ну, вы поняли. Так, а здесь можно и отправиться на рыбалку? О, прекрасно. Потому что приходи никто не отменял. Что такое? Здравствуйте, привет. Мне бы хотелось быть друзьями... Да, кстати, его реально зовут привет. Так вот. Мне хотелось бы быть друзьями с Герберт Ланграф. Как вы думаете, нам стоит познакомиться поближе? А-а-а. Маркус, ты уже мой парень. Да, предыдущая серия не так важна, здесь мы занимаемся совсем другим. Но если вы не понимаете, как так получилось, что у нас чёрный парень, это вот эта серия. Да, я все прихоти выполнял. И ни о чём не жалею. А так-то да, думаю, это прекрасная идея. Просто я как раз на свидании с другим нашим общим другом. Берёт от жизни всё. Что за пацан? Да, кстати, ачивки. У нас же есть ачивки. И в графе мастерства игрока теперь есть это. Остальные закрыты, потому что здесь я играю в новое сохранение. Но у меня, например, даже вот эта была 26 поколений. На самом деле их там больше. Вот здесь серия. Но в целом, я думаю, я в принципе всё это уже бы выполнял. Опять же, в разных других сохранениях, в разных других дурацких идеях. Почему камера ниже не пускается? Почему она дурацкая? Как в тройке. Кстати, да, я сейчас увлечённо играю в тройку на стримах. Только для спонсоров, но спонсировать есть под видео. И камера в тройке. Боже мой, это такой ужас. Вот и четвёрка немножко напоминает, что не всё так гладко. Ладно, мы просто находимся в странном месте. Я сейчас не о том, что мы на свидании с нашим другом пока советуем нашему парню встречаться с другим другом. Я имею в виду, что как-то странно камера себя ведёт, когда персонаж находится ниже уровня земли. А, да, кстати, рыбу-то мы уже поймали. Пойдём ловить другую рыбу. Джонни? Боже, что за серёжки? Ладно, заставим тебя смеяться. Аж бегом, аж бегом. Я, кстати, пока вспомнил трек Джонни от Софи Такер. Очень-очень сильно вам советую. Прям пипец как. Не ожидали, да, что будут музыкальные рекомендации сегодня? Найс. Танцевать под музыку из стереосистемы? Это не похоже на стереосистему. А, нет, это она. Музыкальный микс. И начинаем танцевать. Почему не выполняется? Шо за дичь? Окей, это не работает. Зачем я закрепил эту прихоть? Я же не могу открепить её теперь под тем правилом, которые сам себе придумал. Да, я умею усложнять себе жизнь. Нахрен, свидание. Я больше не хочу с тобой гулять. Больше не звоните. Я и не собирался. У меня есть Маркус. О-о-о, танцевать под бардовскую песню? А почему играет Летов? Ну ладно, неважно. Под него же тоже можно танцевать, да? Вот именно так под Летово и танцуют. Да-да-да. Да и в смысле... А, всё, спасибо. Посадить что-нибудь. Чел, хватит играть в прокурора. Ты и так насадил уже целый сад. Ладно, твоё желание закон. Я так рад, что он ещё не понял этого. Нет, серьёзно, представь себе это. Как я говорил, чел может желать что угодно. Любая его прихоть будет исполнена. Нет, рыбалочка, свидание с парнями и пчёлы. Вот что его интересует. Собрать урожай фруктона. Что? Ты чё, слышал, что я сказал, что могу сделать всё для тебя? И решил вызов вкинуть? Ха-ха, во время сна прихоти уходят, кстати. Вас сейчас и природой. Погнали. Сейчас кому-то очень сильно повезёт. В этой палатке уже никто не работает. Он всех достал здесь, в этом районе. О, Нэнси Ландкраб. Она даже не представляет, что она на неё надвигается. Ну вот, и почти не страшно. Главное, что вы природой повосхищались. Опять улей, боже мой, подружиться с пчёлами. Отправиться в отпуск. Как сильно ты любишь природу. И вот знаете, что я вам скажу? Смотрите, мы берём отпуск, отправляемся в Гранит Фолс, как он и хотел. Снимаем жильё. Окей, жильё это громко сказано. Ну, мы сняли место, где есть костёр. И всё. И это ни к чему нас не привело. Это не начало какой-то крутой истории, что он захотел отправиться в отпуск для того, чтобы начать собирать какие-то растения или познакомиться с отшельником. Нет, он просто такой, спасибо. Я хочу ещё улей. 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 Да, я уже отправляюсь домой. Мне нужно улей купить. Улей. Улей. Улей, что ты ещё хочешь забрать мёд? Боже, вы понимаете, что я ещё раз повторю. Человек может всё. Вместо этого жизни его мечты это это. Не осуждаю при этом. Я понимаю людей, которые любят природу. Но чёрт возьми. Никогда не выйдет у меня из головы, извините. Звучу как Саша Грей. Ладно, ты опять хочешь чего-то посадить. Знаете, мне сейчас кажется, что весь Sims в принципе это какой-то симулятор садовника или чего-то в этом духе. На чём ты подскользнулся? На песке. Серьёзно, это всё, к чему привели его будни. Что это ещё? Собрать урожай. Нам просто нужен новый персонаж. Наконец-то он захотел что-то другое. Да, Мальберт, мы будем рисовать. Да, парень, да? Да, закончить картину. Ну всё, готовимся получать слишком много денег. Потому что вы знаете, как рисование в четвёрке работает. Парень, ты обрёк себя на нескончаемые богатства этим желанием. Не то, что с ульем. Нет, нет, ты не можешь. Ты, 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 ты была, это была твоя... Единственное, нормальное желание. И он его потерял. Ну что ж, я всё равно продам, и мы уже в плюсе. На 6 долларов. С первой же картины. Быть богатым очень просто. Кстати, самое время напомнить про спонсорку. Под видео есть кнопок спонсировать. Если не появляется по какой-то причине, то вот здесь в подсказке есть что сделать. Создать превосходную картину. Это ж сколько её соз... Нет, знаете, прихоти это ерунда. Серьёзно. Это в первом таком выпуске было видно. Это очевидно и сейчас. Хуже прихоти, по-моему, только сценарии. Я недавно зашёл в сценарий посмотреть. Боже мой, посмотрите, что нам электроник предлагают поиграть. Нет, серьёзно. Я сам покажу. Аналог Рэкстуричес. Потрясающе. Но без ограничений. Оригинальный Рэкстуричес я, кстати, прохожу. Есть в описании ссылка для спонсоров. Там стримы восхитительно. Вот это. Что это за сценарий, боже мой? У нас есть два человека. Наш единственный возможный результат. Это женатые персонажи занимаются в ухо во время нового месяца. Этот сценарий даже хуже, чем моя дикция во время этого предложения. Ребята, которые в поисках любви после расставания, по щелчку делаются. Когда-то я стримил этот сценарий. И там просто достаточно несколько раз пофотографироваться. И ребята такие, боже мой, куча селфи. Я тебя обожаю. А как вам вот это? Два человека просто работают в бизнесе. Всё. Буквально. Всё. Просто два человека должны работать в бизнесе. Себе мало? Так что да, давайте спокойненько вернемся к нашему успокаивающему. Успокаивающему. Какое внезапно сложное слово оказалось. Короче, к рисованию, которое успокаивает. Ммм, цветочек. Это не превосходная картина, да? Удивительно. Давай еще. О, вот это точно превосходная картина. Я чувствую. Мы закроем эту прихоть сейчас. Нет? По какой-то причине не получилось? Нет, знаете что? Мне нужна третья прихоть. Мне нужно настроение. Что? Я потрясающий человек? Спасибо, конечно, большое. Ты видел всех этих пчел у входа? Они против тебя вообще-то. Ну ладно, что ты хотел? Давайте посмотрим, что нам принес парень. Алло? Извините, мне нужно уезжать. О приключениях привета мы узнаем дальше. Посмотри вот этот видос. Ютуб говорит, что он тебе понравится. Он автоматически сам подобрался. Не знаю, у всех свое.